24 марта в отделении Тверь, главного управления Банка России по ЦФО, говорили о противодействии финансовому мошенничеству. Очень ответственная тема для всего нашего сообщества, для граждан, жителей Тверской области и не только. И от нас с вами во многом зависит результат работы, который направлен на борьбу с этим явлением, поскольку последствия финансового мошенничества крайне сложные, тяжелые, напряженные для экономики вообще в принципе и для конкретных физических риск наших с вами сограждан в том числе. За последнее время по всей стране значительно увеличилась сумма денежных переводов и, как следствие, колоссальный рост доходов мошенников. В прошлом году сумма денежных переводов, которая совершилась в Российской Федерации, составила почти полторы тысячи триллионов рублей. То есть нам уже не хватает триллионы, мы уже должны перейти к следующей категории – квадриллионы. Общий объем мошенничественных операций составил, зарегистрированный в прошлом году, 14,2 миллиарда рублей. То есть это колоссальная сумма, на самом деле, которую граждане теряют. В Тверской области чаще всего жертвами мошенников становятся женщины, хотя в среднем по стране это мужчины. Возраст значения не имеет. До сих пор ходит среди населения заблуждение, когда с людьми разговариваешь о том, что в основном жертвы – это бабушки и дедушки. Ничего подобного. Более 65% жертв финансового мошенничества – люди до 60 лет. Много молодежи, в том числе подростки. Уровень образования тоже роли вообще никакой не играет. То есть если кто-то думает, что жертвой мошенников становятся исключительно какие-нибудь глупые, необразованные люди – ничего подобного. У нас нередко среди заявителей и кандидаты на УУП, и люди с несколькими высшими образованиями и тому подобными. Потому что при совершении преступлений мошенники играют не на возрасте или знаниях, они играют на чувствах. Роман Шереметьев выделил две причины, которые толкают людей в пасть мошенникам. Это страх и жадность. Начинают пугать, он впадает в стрессовое состояние и уже как бы плохо понимает, что делает, не видит путей выхода, потому что он в стрессе. И тут ему мошенник говорит, да, то есть он ему звонит и говорит, сейчас ваши все средства там похищают. Вот мы видим, я банковский работник, якобы там, да, вижу, что похищают банковские средства, либо оформляют на вас кредит. Соответственно, человек в панике, не знает, что делать, и тут ему предлагают лже работник банка выход. Сейчас мы ваши деньги спасем, переведем их на какой-нибудь там счет. А еще играют на обещании призов в лотерее, больших скидок на распродажах и огромных процентов по инвестициям. Сейчас этот способ преступления становится довольно распространенным. Это инвестиции, да, то есть их не так много, но по ним очень большие ущербы. Очень часто, наверное, в процентах 80, это свыше миллиона. Это вот банальная, как бы, скажем так, жадность, которая у людей ведет к легкой наживе, и отсутствие знаний из раздела финансовой грамотности, как вообще, в принципе, деньги зарабатываются. О схемах мошенничества и том, что специалисты и каждый из нас может противопоставить этому злу в следующем выпуске патрульной службы. А пока вновь предупреждаем вас о бдительности. К 80-летию Ржевской битвы Советом ветеранов Тверского управления ФСБ организован выезд учеников подшефного кадетского класса на мемориал в город Ржев. Школьники вместе с ветеранами органов безопасности почтили память погибших освободителей нашей Родины, возложив цветы к мемориалу советскому солдату, скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Монумент был открыт в 2020 году к 75-летию Великой Победы. Для гостей из Твери была проведена экскурсия, во время которой ребята узнали о героических страницах Ржевской битвы. Это святая земля, политая таким количеством крови, которую невозможно измерить. Но если бы не вот эти кровопролитные бои, за которых погибло столько наших солдат, трудно сказать, была ли бы победа под Сталинградом, потому что наши бои здесь сковали огромные силы немецкой армии и не дали возможности помешать освобождению Сталинграда. Здесь пали жертвы войны миллионы людей. Стойкость и непоколембимость солдат были одними из причин победы над фашистским террором. Я хочу выразить свои самые искренние и глубочайшие слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Мы будем всегда помнить вашу отвагу и спонтожертвования в борьбе с нацизмом. После мемориала экскурсия по страницам истории Великой Отечественной войны продолжилась в деревне Хорошего, недалеко от Ржева, где находится музейный комплекс «Калининский фронт» август 43-го. Именно здесь, 5 августа 1943 года, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин провел встречу с командующим «Калининским фронтом» генерал-полковником Андреем Еременко. Отсюда был дан приказ о проведении первого во время Великой Отечественной войны артиллерийского салюта в честь освобождения Орла и Белгорода. По словам организаторов мероприятия, такие выездные экскурсии бесценны. Они вносят огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, изучение истории Великой России. Это особо значимо в последние годы, когда западная пропаганда стремится преуменьшить вклад нашего народа в победу над фашизмом и обесценить подвиг советского солдата во Второй мировой войне.